Привет-привет, с вами Женя, и мы продолжаем добывать Луну. Хотя, на самом деле, я не продолжаю, я еще даже не начинал ничего добывать. Тут, унести бы отсюда ноги, и то хорошо. Человек на Луне, мост. Прибыв на Луну, астронавт обнаруживает, что там никого не осталось. Обследуя лунную базу и выясняя, почему люди ее покинули, он вскоре понимает, что вынужден обратиться за помощью к искусственному интеллекту с неизвестными намерениями. Это на тебя намекают? Какие у тебя намерения? Да ну, признавайся. Пионер или диктатор? Ну, пионер, в смысле, первопроходец. Там было описание, вернее, там была видеозапись какого-то, то ли мятежа, то ли... В общем, весь этот блэкаут, походу, нарочно тут устроили. Я только еще не понимаю, зачем. При чрезвычайной ситуации для входа в помещение введите год строительства лунного узла. Не сообщайте об этом посторонним. Я чё, помню? Ну, вы даете. Перевернуть? Вверх дном, наверное, имеется в виду. Перевернуть здесь все. Ну и зачем, я спрашиваю, перевернул. Тут ничего, даже подобрать нельзя. Да, блин, чё он так дергается? Бей богу, Детройт так не тормозит, как это. Подождите. Благодаря труду мы растем. Ну это да, не поспоришь. Как говорится, труд сделал из обезьяны строителей коммунизма. То есть, лунного модуля. А безделье сделало из обезьяны таких людей, как я. Мы получили очередной официальный запрос от Сары Бейкер, ведущего инженера космической станции. Она все время спрашивает об отмененных поставках. Да что ты дергаешься? Мне она тоже писала. Прекратите всякое общение с ней. Нельзя допустить компрометации Аутворд. Я сам с ней разберусь. Так. Короче, во всем виноват МакАртур. Во всем виноват МакАртур и, возможно, нам придется с ним в конце драться. Возможно, это будет финальный босс. Лунный узел. 2032 год. Так, надо запомнить. Так, а что это тут за лежбище? Примерно в то же время, когда отключилась система МПТ, комплекс Томба был эвакуирован под странным предлогом. Что бы ни произошло в Томба, в этих помещениях было достаточно места для обустройства временного укрытия под пристальным надзором со стороны МакАртура. Ох уж этот МакАртур. Не, МакАртур... То, что МакАртур козел, я понял еще с предыдущей части. Так. Эээ... Ага. Мне надо пройти как-то мимо него. Рольф, ответь, я в жилых помещениях. Как понял? Принято, Сара, я тебя понял. Что-нибудь интересное есть? Тут все заброшено, ничего нового. Сара, Рольф, говорит, диспетчер, время истекает. Поднимаетесь на лифте, чтобы успеть к эвакуации, у вас две минуты. Никак нет, система МПТ еще не подключена. Оставь ее, надо уходить, иди к лифту, я не стану никем рисковать. Понял, закругляюсь. Сара, ты слышала диспетчера? Ты уже недалеко? Сара, ответь. Все нормально? Ответь. Рольф, давай сюда, быстро. Только что включился робот, но тут что-то нечисто. За мной заперлись двери. Да ты что, надо уходить. Серьезно, Рольф, иди сюда, я не могу выбраться. Экипаж, дай эвакуации 30 секунд, сейчас же идите к лифту. Никак нет, диспетчер, инженеру Бейкер, срочно требуется помощь, нам нужно еще время. Процедуру нельзя строчить, я вызываю лифт. Никак нет, диспетчер, диспетчер. Нет, ребята, время еще есть. Только мне помощь нужна. Рольф, ты на связи? Нет. Нет. Сара и Рольф получают приказ возвращаться на космическую станцию Пирсон. Но в этот момент Сара случайно обнаруживает, что за ней следят. Запись сделана 25 сентября 2054, спустя 2 дня, 2 часа 11 минут после блокаута. Она обнаружила, что за ней следят. По-моему, она обнаружила, что ее заперли. Эээ, код. Какой там был? 2, 0, 3, 2. Да. Так, так. Ой-ё-ё-ё. Так. А ну-ка. Та. Это что ж такое? Ну-ка, 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 ну-ка. А что мне надо сделать? Подождите, я могу его отключить? Нет, не могу. Так закончилась лунная миссия главного героя. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Ладно, ладно, мы продолжим. Мы так просто не сдадимся. Но все-таки, что от меня хотят? Я вижу кабель. Толстый и круглый. Вот если бы как-нибудь... Я невнимательно посмотрел с самого начала. Все. Другое дело. Тебя можно взять? Нет, походу нельзя. Жаль, ты бы мне пригодился. Так. Ангар. Ну-ка. Ангар не подключен. Что такое? Ангар 1. Ангар 2. Дверь в ангар такие тяжелые, что для них одной батарейки мало. Надо две. Ладно. Ладно. Так. Хорошо. Запитаем ангар. Ангар. Ну. Ну. Так. Это что? А ну-ка. Ух ты. Ах ты. Все мы космонавты. Поехали. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Слышь, откройся. Что случилось? Надо, наверное, что-то где-то включить. Что-то где-то какую-то кнопочку нажать. Тянуть. Зачем я это сделал? Тянуть. Не знаю, зачем я это делаю. Давай, резак, доставай свой. Давай, резаком, резаком. Резаком давай. Ну чё? Так, я не понимаю, что от меня хотят. Давайте просто тупо на таран так пойдём и... Вот какие-то лампочки загорелись. Подождите. Подождите, подождите. Какая хитрая система. Нет, прикиньте, это мне легко снаружи увидеть. А как я в кабине должен вот так чётко сориентироваться? Кратер Коперник. Пять лет после блэкаута. На дверях написано «Внутри кислород». Спасибо, я бы не догадался. Это что такое? Внимание, нет кислорода. Ну, понятно, что его нет. Раз он весь внутри, а я... Снаружи. Так, что тут у нас? Это какой-то тонкий намёк на Стэнли Кубрика, который снимал лунную высадку с натуры. Чё-то модуль маленький какой-то. Тут, по идее, сразу двое должно было уместиться. Всё подделано! Так, мне подсвечивается, наверное, то, куда мне надо, но я, как обычно, поеду туда, куда мне не надо. А это чё? У-у-у, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Так, мимо этого нельзя пройти. Мимо этого никак нельзя пройти. Давай, трогай! Трогай и эволюционируй. Тот, кто это трогает, он должен эволюционировать очень быстро. Давай. Может быть, тогда ты сможешь, наконец, починить здесь что-нибудь. Не, не хочет. Наверное, погода плохая для этого. Ладно. Внимание, выход за пределы дальности. Ну, ну чё, ну вы... Я хотел туда. Чё вы мне обламываете? Самое интересное. Эээ. Вот как я не люблю, когда тебе, типа, демонстрируют открытое пространство, что, типа, едь куда хочешь, а потом обламывают, когда ты действительно хочешь поехать туда, куда хочешь, и тебе вот так ненавязчиво показывают, что... Охрен тебе. Я этого не люблю. Ну. Нажать. Давай, открывай. Ты где там? А, интерфейс. Давай, интерфейс. Интересно, насколько у него хватает топлива. Ну, в смысле, он же не просто так летает, он же что-то расходует. Керосинчик какой-нибудь. Ой! Эээээ... Эээ... Мне надо туда? Наверх? Ну, давайте. Так, походу, когда я бегу, кислород тратится быстрее. Что, в общем-то, логично, но... Я даже не уверен, что лучше. Бежать или не бежать? Так, подождите, подождите. В общем, да? Все-таки, что это такое? Непонятно. Я надеюсь, меня туда пустят все же когда-нибудь. Взаимодействовать с чем? Ты что уселся? Это так надо? Взаимодействовать? Ну? Ух ты! Ух ты! А куда мне целиться? Мне можно подключиться? Подождите, куда я должен подключить? И что? И зачем? Там мне что-то говорили, что надо колонны выровнять для подачи энергии. Типа того. Так, у меня кислород не закончится? Или у меня... А, у меня там сидушки, походу, спрятаны, баллоны с кислородом. И все-таки, как эта штука через пять лет все еще работает? Так, я вернулся туда, откуда начал. И что-то не нашел особо, куда ее подключать. Подождите. А-а-а! А-а! Надо подключать в центральный этот... Нам... Туда, откуда я пришел, короче. Ну-ка. Э-э-э... Долбанет! Не, не долбануло. Здесь все может долбануть. Вот я уже убедился, что при включении чего-то, чего угодно здесь, оно очень даже может долбануть. Ухи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-ххи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Что это там за облако? Ну, не, ну... Ну, я так не играю, ну так не интересно. Вы так, это, с таким, как бы, пафосом показываете вот эту вот лунную поверхность, такую эпичную музыку подготовили все и такой облом но нельзя так ребят так не делается быть быть зачем я это делаю быть о вот от другое дело то что-то слишком легко мне было раньше пора по подбавить жару да ой так подожди подождите так ну-ка ну-ка вот сюда вот сюда вот сюда боинк и это ну это же одноразовая штука походу то есть у нас один раз вот так вот боинк ну и и в этом одном боинке была вся энергия которая нужна станции ну да энергия подключена так подождите миссия выполнена или чё фортуна это вы боже надеюсь что это вы мы видели что случилось на станции пирсон и подумали что но только что мы заметили активность сети системы мпт этого не было годами похоже на локальную передачу энергии изолированная от источника на объекте томба наверное что-то не так с тамошним реактором но до объекта не так уж близко идти пешком будет самоубийством надеюсь вы найдете другой способ перемещения по лунному узлу да я нашел надеюсь вы меня слышите надеюсь я нашел способ но я не понимаю почему я не могу на этом луноходе уехать туда куда мне хочется что что мешает так чё мне надо вернуться в центр управления и снова оценить состояние сети это здесь центр управления где центр управления энергия подключена диагностировать сеть передатчик и приемник системы мпт подключены подключение не установлено нет входящего сигнала сети от реактор от реакторного комплекса провести диагностику сети монорельсовая железная дорога к реакторному комплексу томба отключена так как мне нравится этот интерфейс где все делается одной кнопкой вот зашибись я я вот я монтировал видео так одной кнопкой да будет свет сейчас опять что-то где-то долбанет заискрит закоротит не знаю весь этот лунный модуль разнесется к чертям собачьим монорельсовая железная дорога подключена сегодня сегодня мы стоим на распутье катастрофические события на объекте томба открыли нам истину которую невозможно отрицать мы потеряли друзей коллег наши друзья колонисты отдали жизнь ради безнадежного дела ради умирающей планеты которую невозможно было поддерживать мы называли ее своим домом бледно-синим шариком но сегодня земля лишь засохшая оболочка тень того чем была система мпт приковала нас к бесплодной каменной пустоши но этому пришел конец вы здесь собравшиеся выжившие вы здесь потому что вы самые сильные представители человечества самые умные самые сообразительные вместе мы осмелимся на рискованный прыжок великую неизвестность начнем новую эру открытий как наши предки в тот судьбоносный момент когда они отправились осваивать новые миры мы можем вернуться и приковать себя к умирающей планете а можем смотреть во внешний мир пришло время действовать принимайте решение принимайте сейчас зарождается новая эпоха в жизни человечества и зарождается она сегодня я так понял это мак-артур на своем выступлении ну да уильям мак-артур выражает соболезнования жертвам недавней остававшейся до сих пор неизвестной катастрофы в комплексе томба осуждает нереалистичное ожидание этого космического агентства и предлагает альтернативный путь к будущему процветанию человечества аутворд ну то есть вовне запись сделана 23 сентября в момент блэкаута короче всем понятно что там мак-артур устроил блэкаут вот случился блэкаут и он тут же начал толкать речь да конечно это не случайно надо придумывать неожиданные сюжетные повороты когда можно все предсказать заранее это скучно в память о гюйгенсе в 2048 году за шесть лет до блэкаута в работе экспериментального генератора криосна в исследовательском комплексе гюйгенс произошел сбой выжило только трое мария гонсалес доктор роза лаверда и адгар дэвис за отвагу перед лицом катастрофы каждый из них был награжден памятной медалью однако одна такая медаль кажется пропала ну допустим наверное это тоже мак-артур устроил наверно он все здесь устроил все надо валить на мак-артур атака куда-куда а теперь все открыто теперь все открыто ну-ка чё здесь появилась интересного ничего новых видосиков нет похоже похоже что нет то что ты по-прежнему тормозишь слушайте я все понимаю но этой игре как бы сколько пять лет шесть до сюда причем видеокарта судя по всему тянет не тянет что ssd не тянет когда подгружает текстуры новые локации или или что вот эти тормоза они происходят в момент смены локации значит загрузка не поспевают о чем вообще был разговор что мак-артур уже не может сам решать что-то слушай мы тут не командуем ясно давай-ка помоги с этим барахлом не трогай фрэнк ты что не знаешь зачем гелий тебе не кажется странным что он здесь они возле реактора который он должен питать конечно просто что нам соглашаться со всем что нам скажут ты понимаешь какие будут последствия если мы улетим пока система отключена какой у нас выбор к чему мы можем вернуться наводнениям пыльным бурям жуткой жаре с меня хватит совет нам дает шанс и я его не упущу мне больше нечего сказать помогай давай выслушав речь макартура лунные колонисты проводят последние приготовления к осуществлению его плана не все согласны с тем что это верное решение но хотя некоторые протестуют беспокоясь о судьбе земли другие находят словах макартура большую мудрость запись сделана спустя два часа после блокаута там ничего ну похоже и и единственный путь отсюда мне в этот то есть на этом поезде нам ну поехали поехали говорит сара бейкер главный инженер космической станции пирсон мы с механиком станции рольфом робертсоном отправились выяснять причину блокаута на меня напал робот осей я потеряла сознание причина нападения остается неясно похоже мой напарник по экспедиции уже отбыл а мне не удается связаться ни с космической станции не с другими объектами сейчас я перейду рубеж и пройду через аванпост коперник 1 чтобы попасть на объект томба и выяснить что стало причиной аварии в системе нашедшим это сообщение просьба связаться со мной алекс завершить запись мы прям по следам сары следуем на аванпост коперник 1 задача выяснить причину остановки монорельса а в смысле выяснить причину мы мы приехали или мы еще не приехали ладно давайте давайте в другой раз выясним куда ты испарился он телепортируется давайте в другой раз выясним причину остановки я только быстренько проверю я ничего не пропустил тут можно посмотреть я все нашел или не все нашел да я все нашел ну в смысле все вот эти записи и объекты которые можно сканировать прослушать просмотреть вот это вот я все нашел очень хорошо замечательно ну что ж посмотрим что будет дальше надеюсь нет по идее какой-то объект должен развалиться к чертям собачьим прямо в тот момент когда я туда приеду это напрашивается по сюжету просто по поэтому чем дальше тем тревожнее мне становится за главного героя ну что поделать раз послали нас так уж послали так послали если вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте и до новых встреч пока пока